Глава 34. Устранение изгнания. Царь Давид сказал, он обратил их сердце, чтобы ненавидеть его народ, чтобы поступать вероломно с его рабами. Таилин 105.25. Мудрецы комментируют. Медраж Таилин 105. Цитата. Вчера вести о прибытии Израиля. Дошли до дворца фараона. Берешит 45.16. Теперь он обратил их сердце, чтобы ненавидеть его народ. Комментарий. Из этого стиха и медраша видно, что египтяне сами пригласили израильтян в Египет и встретили их с распростертыми объятиями. Фараон сказал, приведи своего отца и свои семьи и приходи ко мне. Я дам тебе лучшую землю в Египте. Берешит 45.16.20. Также сказано, земля египетская в твоем распоряжении. Посели своего отца и братьев в лучшем месте. Берешит 47.6. Что было дальше? Израиль жил в Египте в области Гошин. Они овладели ею и чрезвычайно расплодились и умножились. Берешит 47.27. Конец цитаты. Я уже приводил замечательные слова из Кли-Якар. Они настолько осели, что не хотели покидать Египет, и Богу пришлось удалить их силой. Те, кто не хотел уходить, умерли за три дня тьмы. Тора говорит. «Теперь вы увидите, что я сделаю с фараоном. Сильной рукой он выпустит их, и сильной рукой он выдворит их из земли». Шмот 6.1. Ираши и Рашбам интерпретируют слова «сильной рукой» в том смысле, что фараон выдворит Израиль против его воли. Поселившись в Египте, израильтяне пустили в нем глубокие корни, размножились и разбогатели. Их жизнь стала настолько спокойной, что они отбросили Божье ярмо и решили во всем уподобиться египтянам. Мудрецы говорят «Танхума, Яшан, Шмот 6» «Земля была наполнена ими» «Театры и цирки были наполнены ими» Конец цитаты. В Шмот Раба 1.8 мы читаем «Восстал новый Хадаш, царь» Шмот 1.8 Равины начали обсуждение этого стиха цитатой «Господу изменили они, ибо чужих детей породили. Теперь пожрет их враг в месяц с уделом их». Когда умер Йосеф, Израиль нарушил завет обрезания, сказав «Мы будем как египтяне». Как только они это сделали, Бог превратил любовь египтян к ним в ненависть, как сказано «Он обратил их сердце, чтобы ненавидеть его народ» Таилим 105.25 Так были исполнены слова «Теперь пожрет их враг в месяц с уделом их». Это был новый царь в том смысле, что он издал новое постановление против них. Конец цитаты. Эти слова помогают понять, что когда Бог отправляет Израиль в изгнание, у Него есть веские причины для этого. Конечно же, Бог не хочет, чтобы Израиль поселился в земле изгнания ни в коем случае. Израиль должен выполнить определенную миссию Либо понести наказание, либо, как в случае с Египтом, совершить чудо и осветить Божье имя. Но израильтяне хотели разрушить свои собственные души Таилим 63.10 Они не знали ни путей, ни намерений Бога И потому решили поселиться в изгнании и жить в свое удовольствие Так было и в Египте, и в Вавилоне Каждое изгнание сначала было для евреев ссылкой, но постепенно превращалось в новую родину Вот почему каждый раз по достижении определенного срока Бог был вынужден вывести евреев из изгнания против их воли Берешит Раба 33.6 Так комментируется стих Берешит 8.9 Голубь не мог найти место покоя своим ногам Комментарий Если бы голубь нашел место покоя, он бы не вернулся Аналогичный стих Она живет среди народов, она не находит покоя Плачер Миягу 1.3 Если бы они нашли покой, они бы не вернулись Об этом же говорится во Дворим 28.65 Среди народов тебе будет небезопасно Твоим ногам нигде не будет покоя Если бы они нашли покой, они не вернулись бы Израильтяне взбунтовались, презрели обетованную землю Отвернулись от святой земли и самой святости Они отвергли Божью заповедь поселиться в Эрцисраэль Вместо чего решили стать гражданами других стран Вот почему нас постоянно преследуют беды и катастрофы Это как царь, наказывающий слугу Который решил пойти на кладбище и поклониться идолам Вместо того, чтобы выполнить приказ И остаться в доме своего господина Сам факт жизни в изгнании Пусть и в самых лучших условиях Но под господством народов В постоянной зависимости от их великодушия и терпимости Есть Хилул Гошем Еврей отказывается от власти Бога Ради власти нееврея Он не хочет быть хозяином в Эрцисраэль Ему больше нравится быть арендатором и меньшинством Благодарным нееврею за защиту Но Божье царствование и кедуша Шем Могут осуществиться только в Эрцисраэль Вот как Рожбам комментирует стих Шмот 15.18 Господь будет править вечно Всегда Комментарий Когда ты поселишься в земле Божье царство станет прославлено у всех народов Конец цитаты Изгнание – это источник нечистоты и иностранной культуры Именно в изгнании начинается любое осквернение чистого и святого народа Именно там он соприкасается со всеми мерзостями В изгнании народы высмеивают Израиль и оскверняют Божье имя Цитата Они осквернили мое святое имя тем, что люди говорили о них Это народ Господа, и они вышли из его земли Ехэскель 36.20 Именно поэтому Бог насильно вывел еврейский народ из Египта А те, кто не хотел уходить, погибли за три дня тьмы Именно поэтому Бог не спровергал на нас одно изгнание за другим В том числе существенную часть изгнания в недалеком прошлом Да поможет нам небо И точно так же Бог поступит и сегодня В эпоху избавления в свое время Если мы не сможем исполнить заповедь Бога о земле Иди и засели ее Как Господь Бог твоих отцов повелел тебе Не бойся и не беспокойся Дворим 1.21 У еврейского народа нет выбора Изгнание в любом случае будет ликвидировано И евреи его покинут Они могут сделать это добровольно из благословения Бога Цитата Яков вернется и будет в мире и покое И никто не будет устрашать его Ирмияву 30.10 Если же они в своем упрямстве захотят быть Как народы, семьи и земель Ихэскель 20.32 И остаться в изгнании То исполнятся слова из Ехэскель 20.33-34 Жив я, говорит Господь Бог Я выведу вас из народов Сильной ладонью, простертой рукой И излитым гневом Конец цитаты На горах народов В своей новой родине в кавычках Падет бесчисленное множество евреев И лишь немногим удастся спастись Из общей могилы изгнания Это последнее изгнание и избавление из него Будут подобны первому Как тогда Бог не позволил Израилю остаться в изгнании Так же будет и сейчас Мудрецы объясняют Медраш и Агадол Берешит 50.24 Бог обязательно посетит тебя Покот и Фокот Берешит 50.24 Он сообщил им о двух посещениях Первое – Покот Относится к временам Моше Второе – Ивкот К временам царя Машиаха В Колгатор, глава 1, литера 10 Цитируется святой Гра Сказано На горе Сион в Иерусалиме Будут те, кто спасся И среди остатка будут те Кого призовет Господь Иоиль 3.5 Согласно Медраш Танхума Сион в горах Равен Машиаху бен Йосефу Поскольку все, что происходит с Йосефом Происходит с Сионом Наш Господин намекнул на это в слове Бесаридим Среди остатка Имеющим числовое значение 566 Как и у слов Машиах бен Йосеф Ибо согласно нашему Господину Собирание изгнанников Осуществится через него Чем более великим будет собирание Тем сильнее будут силы нечистоты Ситра Ахра Кроме того Будет увеличение Божьего наказания Тем, кто не поддерживает Собирание изгнанников Поскольку через него начнется избавление Ибо тогда выжившие будут на Сионе И в Иерусалиме И из остатка Наш Господин Сильно беспокоится об этом Конец цитаты Это прямой упрек в наш адрес Ведь поступь Бога Уже слышна в нашей земле Широширим 2.12 А также и вне ее Однако слышит и внимает Только один из каждого города И один из каждой семьи Иермиягу 3.14 В Писик Тарабати 34 сказано Возвеселись, о дочь Сиона Вот твой царь идет к тебе Он справедлив и праведен Кроток и едет на осле Захария 9.9 Бог объявляет всем праведным В каждом поколении Праведные земли Хотя мне нужно, чтобы вы изучали Тору Или, хотя изучение Торы дорого вам Вы поступали плохо Ибо вы ждали моей Торы Но не моего царства Я клянусь, что я сам буду Свидетельствовать положительно О каждом, кто ждал моего царства Конец цитаты Я полагаю, этими словами Бог прицает праведных Во всех изгнаниях прошлого и будущего За то, что они с готовностью Приняли Тору И трудились над ее исполнением Но не ждали прихода Божьего царства Слова «Вы ждали мою Тору» Не могут означать, что они не изучали Тору Но лишь ждали ее прихода Скорее, как раз активно изучали ее Иными словами Они не трудились Не жертвовали собой Чтобы вернуть еврейский народ И Божье царство В Эрец Исраэль Чтобы удалить Хилу Лашем И осветить Божье имя Многие евреи просто сидят в изгнании И ждут прихода Машиаха Но не стремятся вернуться в Эрец Исраэль Они не делают доверия к Богу Центром своей жизни Не стремятся осветить его имя и царство Скорее всего Мудрецы имели в виду именно таких людей Михилта, Бешалах, Месехта, Дешира, 10 Цитата «Господь будет править вечно, всегда» Шмот, 15-18 Комментарий Раби Йоси Гагелили Сказал «Если бы Израэль сказал на море Господь есть царь вечно, всегда» Ни один народ или язык Никогда бы не устоял перед ними Но они сказали «Господь будет царствовать вечно, всегда» Имея в виду будущее Конец цитаты Об этом же говорят Тософот и Адарзакеним Бешалах Если бы они сказали «Бог есть царь» Ни одно творение не устояло бы перед ними Однако они не хотели увенчать его вечным царем До эры Машиаха Когда его царство будет существовать вечно Следовательно Каждый еврей обязан воскликнуть «Господь есть царь», чтобы увенчать его царем над собой Израилем и всем миром Это важно сделать в наши дни В эпоху избавления Причем сделать немедленно Естественно, нужно не просто произнести эти слова Как при первом избавлении на Красном море Мы должны совершить дела веры и доверия Так поступил Нахшон, который ради Кидуша Шем не испугался опасности и прыгнул в воду Он совершил одновременно Крия – рождение моря И Крия – возглас «Господь есть царь» Каждый, кто прославляет могущественные дела Господа Таилим 106.2 И венчает Бога царем немедленно Совершая дела веры, доверия и самоотречения Превратит избавление в свое время в ускоренное Тогда никакой народ не сможет нас одолеть Единственное, что мешает нашему избавлению Это недостаток веры и доверия к Небесному Отцу Только поэтому большинство евреев по-прежнему пребывают на кладбище изгнания Где вот-вот разразится очередная катастрофа Да поможет нам Бог Недостаток веры в Божью исключительность Страх перед народами Иностранная теория, что без союзников мы пропадем Предпочтение покоя Израиля нищете Заработать на жизнь в Эрецисраэль сложнее, чем раздвинуть море Вот оно, жалкое неверие, держащее еврея в изгнании На такой склад ума указывает даже иврит Единственным различием между словами Гола – изгнание и Геула – избавление Является буква Алиф с цифровым значением 1 Кто находится в изгнании и откладывает избавление Эрцисраэль Делает это только по одной причине У него нет одного Нет полной веры в то, что Бог – один И его имя одно Делает это иностранная теория Делает это иностранная теория